Уже месяц я пользуюсь пылесосом iRobot Roomba 618. Пылесосом доволен и хотел бы показать немного какие вопросы были у меня и то что он с ними справляется. У меня пылесос непрограммируемый, нельзя его поставить на расписание, работает от нажатия кнопки. У него есть три кнопки только наверху, непосредственно сама уборка, потом уборка радиус в квадратный метр, то есть какое-то загрязненное одно место. Нажимаешь на кнопочку spot, он будет убирать просто квадратный метр. И кнопка док. Это отправить его на базу преждевременно. Так он возвращается на базу самостоятельно по завершении уборки. Уборка длится час. За этот месяц особо ничего с ним не произошло, ничего не поменялось. Эти механизмы я даже ничего с ними не делал, хотя можно было бы это протереть. Щеточка, которая подкидывает мусор под него в порядке. Элементы надо протирать. Это зарядные элементы. Ну собственно говоря, начнем. Вот в данный момент он находится на зарядке на своей базе, на которую он потом возвращается после того, как закончит работу. Просто нажатием кнопки запускаем его. Выезжает с базы и начинает убирать. У него нет никакого алгоритма работы. То есть он работает час. За этот час он успевает проехать в принципе везде. И хорошенечко про пылесосик. То есть я им пользуюсь, например, выходя из дома, нажимаю на кнопку. Заблаговременно убрать надо всякие шнурки, провода, зарядки телефонов и тому подобное. Пылесос прекрасно справляется с такими препятствиями. Это без порога ламинат и пол. Это для него вообще не препятствие. Прекрасно заряжает на такого рода препятствия. Переход с пола на ковролин. С ним он тоже прекрасно справляется. Причем, когда заезжает на ковролин, у него меняется режим уборки. Сразу слышно по двигателю, что другое как-то начинает работать по-другому. Заезжает во все углы. Прекрасно все чистится. Опять же повторюсь, никакого алгоритма нет. То есть у него датчики впереди. Он упирается, если в препятствии, просто поворачиваются колеса и он едет в другую сторону. Но этого достаточно для того, чтобы убрать. По крайней мере у меня, считается, суммотная квартира. Он отлично справляется. Вот видите, он тыкается туда-сюда. Единственная проблема, я знаю, что это черная мебель. Лакированные всякие вот эти вот полированные шкафы. То есть он их не видит и может сразу с разгона врезаться. За месяц работы вот такие вот царапины появились. Ну это естественно. Меня они как бы не напрягают. Вот это вот окошечко, это, я так понимаю, сенсоры. То есть если у вас много мебели, конечно, он будет, наверное, более поцарапанный. У меня здесь мебели практически нету. Основная задача у него это ковролин. Также если у вас в доме есть ступеньки или вам надо пропылесосить диван, то он не упадет со ступенек. Смотрим. То есть он видит впереди себя пустоту и не падает. Я сейчас уборку полную не делал, потому что у меня, в принципе, чисто. Но сейчас покажу. Обычно он сам находит базу, как бы после уборки. Час полисусь там. Вот. Ну, сейчас покажу, как он находит базу. Можете нажать на кнопку. Док. Сейчас посмотрим, как он будет иснять свою базу. Вон база. Все, на зарядке. Когда он встал на зарядку, здесь сверху лоток. Нажимаем на кнопку. Достаем глоток. Мусор. Также внутри еще дополнительный фильтр. Здесь вот отодвигаем планку. Но в данный момент я говорю, я не пылесосил. И то вот чуть-чуть проехали. Вот что мы наубирали буквально за пять минут. Вот. Всегда есть, что убрать. И, кстати, вот удивительно, что... Вот дополнительный фильтр, там, бумажный. Заменяемый, если надо. Удивительно, что обычно, да, там, руками, ручным пылесосом приходится сильно нажимать, да, чтобы хорошо убрать. Здесь такой маленький и довольно легкий пылесосик справляется с этой задачей не хуже, может быть даже лучше. Все убрали, поставили обратно, и он стоит на зарядке. Я рекомендую, отличная штука. Экономит много времени. Много времени, сил и качество уборки на уровне. Такой пылесос я купил на eBay за 200, за 220 долларов. Но я видел в магазине Walmart, здесь, в штате Огайо, например, там, я видел такие пылесосы по 200 долларов даже с программируемые. То есть, получается, купил дороже, чем в магазине на eBay. Ну, так тоже бывает.